Добрый день, National Explorer, Андрей Шалыгин. И сегодня мы беседуем с Валерием Петровичем Кузенковым, главным же редактором журнала Охота. Журнал Охота это одно из самых уважаемых печатных изданий об охоте, рыбалке, путешествиях и природе Российской Федерации. Одно из самых профессиональных, потому что Валерий Петрович у нас имеет профильное образование, единственный из главных редакторов журналов охотничьей Российской Федерации. Поэтому мы сегодня и хотим задать Валерию Петровичу простой вопрос, который волнует последние более чем полгода охотничью общественность. И он заключается в том, что мы наблюдаем последовательную череду попыток различных общественных организаций создать некую общественную инициативу. Это и первый Всероссийский съезд охотников, который собирался, и конференция, вроде бы как даже чуть ли не международная, но всероссийская по крайней мере, и на выставке в ВВЦ, и в Крокусе мы все это проводили. И пытаемся периодически собирать какие-то голоса в защиту каких-то инициатив. И в общем-то в связи с сложившимися обстоятельствами, когда некогда Всероссийская и некогда общественная организация Росохот Рыболов Союз такой статус Всероссийскости и общественности по факту давно уже утратила, потому что учредители, которые были при Советском Союзе, они сегодня не участники, и сегодня это фактически, во-первых, не Всероссийская организация, совсем, даже на 30% она не Всероссийская, не говоря о том, что для того, чтобы быть Всероссийской по российскому законодательству надо иметь там не меньше 75% представительства в регионах, а у нас там нет даже и нескольких, грубо говоря. И по факту это, в общем-то, некая коммерческая частная организация, прямо так скажем, да, де юра. То есть участниками являются физические лица, там, да, и, в общем-то, ни о какой Всероссийскости говорить не приходится. Народ все это прекрасно знает, люди недовольны, середа, там, череда этих скандалов постоянных, да, общественность высказывает по разным вопросам вот эти вот недовольства различной политикой, да, организации. ВОО, которое, в общем-то, раньше было достаточно общественное, на сегодняшний день такой статус тоже утратило, там, да, и, в общем-то, даже локально, там, представители, там, собаководов, охотничьего собаководства, там, да, они между собой даже полаять не могут, и единого какого-то объема общественной инициативы, исходящей из разных слоев, нигде на сегодняшний день не концентрируется. Возникает вопрос, что существует некая необходимость создания такой организации общественной. Насколько я в курсе, руководство профильных ведомств тоже не возражало бы, чтобы был некий аккумулятор общественных инициатив, чтобы помогать работать профильным департаментом, потому что не сами они должны выдумывать то, что им сегодня в голову стукнуло, там, да, и неправильно, допустим, да, они хотели бы слышать и от людей что-то, но они на сегодняшний день, по их словам, да, не уверены в квалифицированности тех мнений, которым высказывает тот же самый Росохот Рыболов Союз и другие организации, да, вот, и начинается взаимная перепалка. Вы ничего не соображаете, да нет, вы ничего не соображаете, вот, но так как эти никого не представляют, то и служить их вроде бы как незачем, да? Я правильно изобрал? Правильно, Андрей. Вот что по этому поводу вы думаете? И что вы, когда мне слово дадите? Да, дают. Значит, по этому поводу я всегда, что думаю, то и говорю, может, это моя большая проблема в моем карьерном росте, может, я идеалист по жизни, да. Но вот на последней конференции, которая была на ВДНХ, я выступал, я назвал четыре позиции, которыми надо срочно заниматься. Это создание сильной системы госохотнадзора, да. Одна из позиций – это промысел, обеспечение работы людей, живущих на Дальнем Востоке, не только на Дальнем Востоке, то есть возрождение охотничьих промыслов, потому что есть жизнь в таких регионах, где, в принципе, сельским хозяйством, как таковым, никто заниматься не может, потому что сельское хозяйство тяготеет к определенным территориям, с определенным погодным условиям, а люди там живут за счет охоты, рыбалки. То есть аккумуляция мнения коренного населения, занимающегося профильным ремеслом. Да, да, и это одна из проблем. Мы сейчас коснемся по чуть-чуть, потому что на сегодня есть поручение уважаемого президента России Владимира Владимировича Путина на рабочей группе Госсовета страны о создании долгосрочной стратегии в области освоения сельскохозяйственных территорий. Да, и вот хотелось бы, чтобы одно из направлений в этой стратегии было воссоздание охотничьих промыслов. Если нас услышат, да, чтобы Госсовет или люди, работая в этой рабочей группе, да, поняли, что охотничье хозяйство – это занятость населения, это социалка, это налоги, и в этом направлении надо двигаться. Причем занятость в тех регионах и в тех местах, где другими способами эту заднюю листью обеспечить невозможно. В территории России, где может вестись охотничье хозяйство за счет того, что на вертолете люди прилетели, инфраструктура какая-то. Ну, это один из вопросов, о которых можно обговорить, да. Вот. Третья проблема – это особо охраняемые природные территории, потому что их 10%, там, 13% на территории России, и непонятно, чем они занимаются. То ли охраняют, то ли превращаются в поменьше коммерческие структуры. И были уже некие выходы людей на улицы, работающих на территории особо охраняемых, ну, на заповедной территории, в частности, Калагрифский лес. Люди выходили, и 70 человек вышли бастовать для трехтысячного населения поселка, да. Калагриф – это очень много, да, 70 на 3 тысячи. Ну, у нас есть целый ряд проблем, даже в завоведниках, когда администрация превращает это в частную лавочку. Ветеринар из этой семьи, бухгалтер из этой же семьи, руководитель из этой, и егеря тоже родственники. Значит, и последняя, четвертая проблема – это общественное движение. Вот давайте сейчас… Как оно влиять будет на вот эти заповедния? Общественное, никак не будет влиять на государственную структуру. Коснемся общественной структуры, да. На сегодня у меня было несколько публикаций в журнале, люди писали, что надо создавать некую политическую партию охотников и рыболовов. То есть влияние на государственную часть политическими методами, потому что общественные, они могут и не видеть. Я вижу, да, это должен быть такой профсоюз с политическим уклоном, охотничий профсоюз. То есть именно политический уклон из-за того, что надо влиять на государственную ветвь власти? Да, да. А других вариантов нет. То есть это не самоцель? Нет. Это электорат, это 3 миллиона охотников России, плюс члены семьи, ну возьмем по 2 человека семья, это уже 6 миллионов, да, людей, которые могут голосовать за то или иное правительство, за того или иного там депутата, да, на выборах. Это электорат нашей страны. Причем такой электорат, средний возраст охотника на сегодня там 40 лет, да, 45-й. То есть есть, конечно, там и по 60-80, с молодежью у нас маленькая проблема, но это электорат. И нам надо свои политические идеи, даже не политические, может, они экономические, политические, комплексные такие идеи, чтобы власть услышала охотников, да, власть услышала, вот этот диалог нужен между властью и охотниками, которого на сегодня не происходит. Общественных организаций, вы правильно подметили, на сегодня они существуют, по большому счету, но это все номинально. Да и юра они живут, и факт они погибли. Взять тот же Росохотероболовсоюз. Фактически эта структура, она превратилась в ассоциацию юридических лиц, да. К физическим лицам они не имеют, как они говорят, никакого отношения. Только хотят взносы получать от физических лиц, да. Как что-то касается физических лиц, мы к ним не имеем отношения. Как что-то касается самой структуры Росохоты, да мы за народ, мы ради народа. То есть... Не, ну даже Охотдепартамент говорит, что в этом смысле позиция Росохотероболовсоюза по части приема, допустим, экзаменов, Охот, минимум и все. Она базируется, в общем-то, на сугубо утилитарном подходе, потому что надо строго прописать везде именно, что принимает экзамены РОРС, потому что РОРС за это будет получать какие-то деньги. РОРС мог еще больше получать. Трактовки, да, а они рассматривать этот вопрос и не хотят. То есть интересы у организации сугубо коммерческие. То есть это не общественная структура... По крайней мере. ...на сегодня. Да, совершенно точно. Тот же вопрос собаководства, да, те поправки, которые прошли в правилах по вопросам запрета на каски охотничьих собак, это говорит о некомпетентности руководства Росохотероболовсоюза. Если это была мощная, сильная организация, то такие поправки бы не прошли. Но мы сейчас конч касаемся... Ну, об этом, кстати, заявил и руководитель департамента, то есть и ваше мнение, и мое мнение такое. Нет, вопрос департамента по поводу общественных организаций, это отдельный, я тоже могу рассказать. То есть надо создавать эту структуру. Кто ее должен создавать? Мне, например, многие звонят, пишут, и типа, Валерий Петрович, надо создать партию. Партия создается на какие-то определенные финансы, деньги, да. Нечего скрывать, что господин Ленин, прежде чем создать коммунистическую партию, получил какие-то финансы. Но у немцев мы брать не будем. Мы не будем брать ни у немцев ничего, партия дальше может существовать на взносы, как вот Росохот Рыболов Союз имеет часть денег, это взносы трудящих, тоже военно-охотничьего общества, да. Но чтобы это создать, нужны финансы, то есть должен кто-то подключиться, или административно-государственный ресурс, или какие-то... Ну, государство не станет. Да, или какие-то спонсоры, да. И понять вообще, нужна ли такая структура охотника. Но сегодня, Андрей, гражданская активность нашего охотничьего населения, она нулевая по большому счету. Основная масса народа смотрит на Москву, это вы там сверху шумите, а мы внизу как живем, так и живем. Да, и будем кабанчиков добывать всегда, уточек добывать. Мы тут родились, мы сельскохожители. Наша земля, да, пишите свои законы, мы сами пойдем. Мы живем сами по себе, и это постоянно подтверждается. Но иногда начинаешь уже смотреть вот телеканал Охотник-Рыболов, да, вот у меня такой вопрос, почему западные рыбаки, когда начинают рыбу высекать, у них там вот такие рыбы на крючке. Наши со скучными лицами ловят вот таких окуней, потом на них смотрят и грустно выпускают их назад. Я спросил одного рыбака, я говорю, а что у тебя на фотографиях рыба такая мелкая на Волге, вот ты фотографировал. Он говорит, ты знаешь, она через ячейку проскакивает в сети мелкая, а крупная вся застревает. И поэтому рыба теоретически уже не остается, и не секрет. Народ уже говорит, что рыбы все меньше и меньше. Когда-то разговариваю с теми же немцами, да, Европой, которых мы сейчас, так сказать, ну не особо любим, но они правильно говорят, вот у меня один знакомый немец, говорит, я был на Алтае, поставили сетей, ловят вот такую рыбу. У нас, говорит, в Германии, Хариус, вот такой, и показывают. То есть они занимаются этим вопросом. То есть классический национальный вид спорта, воложский, режовая тридцатка выгребала всю... А уже китайцы десятку стали поставлять, чтобы целовастики запутали. И нам нужна некая система, которая вернет культуру российского охотника, да, этику российского охотника. Прежде чем наезжать на государственные структуры, там еще на что-то, надо будет переделать на ту же власть, да, надо переделать этический кодус внутри себя, внутри охотника. То есть вот для этого должна общественность охотничьих консолидироваться. Вплоть до проведения съезда. Потому что съезд охотников россиян был в 1908 году, последний раз еще до революции. Дальше пошли съезды общественных организаций. То есть не надо купить физическое лицо и общественное организование. Это разные вещи. Но для того, чтобы это сделать, надо понять. Я думаю, что должен появиться некий лидер, который должен объявить народу, вообще нужна ли нам такая структура. Если она нужна, то надо начать собирать подписи охотников. И никто законодательно не изменял, что можно собрать порядка около 100 тысяч подписей, что это надо людям, да, охотникам, рядовым народу, и тогда уже вести разговор. Как я это вижу. Если собрать подписи, заручиться поддержкой каких-то структур организаций, то вплоть до того можно провести съезд охотников. На этом съезде обсудить, вот мы назовем его условно Всероссийский Охотничий Союз, как он должен выглядеть. Такой центр общественно-политической, да, охотничьей воли. Дальше выбрать президента этого союза, причем тайным голосованием, причем демократично, чтобы каждый объявил свою программу. И на съезде избрать этого делегата, да. И после этого уже начать, так сказать, работать во благо человека, страны, государства и экономики. Ну вот смотри, Владимир Юрьевич, мы с тобой сейчас беседуем об этом не просто как обыватели, там, да. Я помощник депутата Государственной Думы, значит, ты помощник депутата Государственной Думы, моя деятельность связана с комитетом по средствам массовой информации и коммуникациям, то есть интернет-технологиям. Твоя деятельность профильно связана непосредственно с Охотой, потому что ты являешься помощником депутата Волоку. Насколько я понимаю, что, собственно говоря, из этого кабинета исходит некая инициатива, что пора бы собраться и решить для себя, нужно ли это. Андрей, извините, перебиваю. Я хотел бы задать вопрос параллельно. Насколько я знаю, в ближайшее время мы собираемся собраться. Инициатива собраться и понять, надо ли нам это, исходит все-таки от тебя, наверное. Ну, я могу сейчас закончить мысль. Да, я действительно являюсь уништатом на общественных началах, помощником депутата Николая Сергеевича Волуева. Он все-таки работает в профильном спортивном комитете, он все-таки спортсмен. Да, ну не все-таки, а спортсмен известный. Но спорт и охота – это спорт. Дальше, когда мы познакомились, от него пошло много инициатив. Одна законодательная, то есть он сделал собрание, собрал людей, аккумулировал, подготовлено много поправок к закону об охоте, передано в комитет, профильное и прочее. И когда один раз я брал у него интервью для журнала и для телеканала «Охотник-рыболом», где я обведу свою программу про охоту и охотника с Валерием Кузенковым, он сам причем озвучил, что пора создавать некую общероссийскую организацию, которая будет лоббировать интерес охотников. Это пошло от него. Отлично. Не важно. Сегодня или завтра мы соберемся. Мы соберемся. Но соберемся кто? Я думаю, для начала средства массовой информации. Средства массовой информации, которые якобы знают настроение людей, имеют в своем составе каких-то пишущих людей, которые могут привлечь внимание общественности. И именно этого будет достаточно для того, чтобы нас провалировать какое-то общественное мнение. Для начала да. Но единственное, что... А как же мы соберем съезд? Кого бы на него пригласили? Нет, нет, нет. Сначала я еще раз говорю, что мы должны заручиться поддержкой охотников, которые нас слышат, видят, нужно ли это народу. Но мы с тобой разошлись, Валерий Кузенков, Андрей Шаллигин. Ты опубликуешь у себя, мы опубликуем для себя. Дальше идет сбор подписей. Надо понять, на какой площадке. На какой площадке. Можно делать все это параллельно. Вы по своим каналам, я по своим каналам. Дальше мы это аккумулируем в едином центре. Валерий Петрович, у нас многие товарищи средства массовой информации в охотничьей среде, для того, чтобы зарабатывать деньги с рекламодателями, они просто подделывают и тиражные свои данные, и интернет. Мы знаем это из письма национального тиражного кабинета. Мы видим это по HTML-коду этих сайтов. Это все дутые цифры. Представляем ли мы все-таки на самом деле некую охотничью общественность? Или мы для рекламы самоназначенцы? Я думаю, да, мы представляем. Конечно, кто-то может врать, кто-то обманывать. Но можно конкретные вещи, так сказать, письма граждан получать, да, их складывать, показывать там. Ну, я не знаю. Но в этом случае, наверное, целесообразно все-таки будет провести вот это дело на каком-то государственном ресурсе. То есть, наверное, допустим, есть, существуют сайты там, российская, общественная инициатива. Это мы будем думать, когда соберемся. Когда соберемся, мы это продумаем. Надо, чтобы все-таки депутатский корпус, который вместе с нами участвует в этом вопросе, определил официально некую общественную площадку, мнение которой будет услышан. Вот это мы будем рассматривать на неком круглом столе, который, я думаю, в ближайшее время все-таки будет. Ну, а ориентировочно когда он будет собран? Я думаю, конец мая, начало июня надо. Конец мая, начало июня. Теперь, что касается съезда, мое мнение, оно может быть сугубо субъективное, да. Я бы, когда все будет подготовлено к съезду, просто попросил бы губернаторский корпус регионов, да, чтобы через охотников, через те организации, которые есть в субъектах федерации, ну, выбрать там по пять-шесть членов каждого, делегатов каждого региона. И они съезжаются на этот съезд конкретными вопросами. А выборы проходят там, где идиот. Потому что те люди, которые сидят в Москве, они будут представлять и промысел, они будут представлять и особо охраняемые территории, и общественные территории. А то у нас сегодня на общественные деньги только квартиры покупают, а вот вся общественная часть. Ну, вот, например, мы сейчас несколько раз вы говорили про департамент, про госструктуру. Вот у нас есть общественный совет, членом которого я являюсь. Но это, по большому счету, не общественный совет, например. Это общественный совет возглавляется руководителями Минприроды. Он должен возглавляться неким общественным деятелем, который будет выбран тайным голосованием из членов совета, которые определенные. Которого, в общем-то, и сам Минприрода давно хочет уметь. Правильно. И совет должен проталкивать идеи тех охотников, которые в этот совет пишут, да, со своими проблемами, там, жалобы адресуют, еще что-то, какие-то конструктивные предложения. И вот этот общественный совет должен эти вещи, ну, как бы, озвучивать перед чиновничеством, перед государством, кое представляет Минприрода. А на сегодня приходят замминистра Лебедев, там, руководителем департамента, там, они руководят этим советом, они ведут этот совет, да, и весь совет сидит, да, ну, что-то мы сказали, о чем-то мы поговорили, разошлись и про все забыли. Но департамент не должен забывать, что работу за Минприрода никакие общественные деятели выполнять не будут. Да, они могут, конечно, создавать какие-то рабочие группы, они принимают какое-то участие в работе, давать какие-то предложения. Нет, для того, чтобы не проводилось неправильных и непопулярных решений, нужна общественная экспертиза. Дальше должны работать специалисты департамента и слышать совет. Иногда просто совет не слышать. А почему не избираться в общественную палату кому-то там, да? Пожалуйста, можно. Мы были на заседании в общественной палате. Я присутствовал, когда встал вопрос о закрытии весенней охоты, да, и нас слышит общественная палата, мы дали какие-то предложения. Ну, как, услышали, собрали, дальше наступила опять тишина. Я еще раз говорю, полная инертность нашего охотника российского, полная инертность гражданского населения нашего охотничьего. что люди привыкли жить своей жизнью, и они не хотят принимать. Есть люди. Вот только первые расточки пошли. Только стал народ задавать, а куда идут наши членские взносы в системе Росохот Кабового Союза, да? А почему весенняя охота вот так открывается, когда птицы нет, она открыта? А почему нам запретили натаскивать собак? Я могу сказать вот как бы через вашу структуру, что может произойти так, что у нас и оружие отберут охотничьи, и нам вообще всякую охоту закрыть не только весеннюю, а и осеннюю, да? И у нас дичи не будет, раз мы так себя будем вести, вот, и не будем проявлять свою гражданскую активность в области охраны природы, охотничьего хозяйства. То есть даже с точки зрения оружия, охот минимума и всего остального прочего, вообще-то это право принимать эти экзамены по охот минимуму, оно должно быть дано вплоть, я думаю, что вплоть до охот пользователя. Он у себя там на месте может организовать со своими ягерями и прием этих экзаменов, и правила обучения на оружии, по пользованию оружием, и правила охоты, и как и что делать на месте. То есть это могут принимать все субъекты, вне даже общественных организаций. Надо законодательно это прописывать. Я могу рассказать, вот я в свое время, когда в российской охотничьей газете вышла статья, есть такой немецкий предприниматель, Эдуард его зовут, он написал открытое письмо в российской охотничьей газете на имя господина Куркин, что «Вай, Вай, мы, туристы, западники, готовы приезжать в вашу страну, платить деньги, помогите нам нормально приезжать». Я взял эту газету, сходил ножками в Главное управление, поговорил с ребятами, они сделали документы соответствующие, вышло поручение президента Путина ослабить, упростить ввоз оружия. – Так до сих пор ничего не решили. – Да, я же говорю. – Непонятно, кто работает над этими поправками. Там «Росохот» говорит «мы», я не видел ничего. – Прямогласный ответ был, а результаты нет. – Да, и вот сейчас прошла весенняя охота, опять люди не могут принимать иностранцев, потому что не имеют возможности оформить разрешение на оружие. А та же Германия, у них оружие, разрешение оформляет даже не полицию Германии, а некий охотодел, ну а-ля охотдепартамент. – Причем со всех продаж оружия, основная маржа идет на рекреационные мероприятия охотхозяйцев. – Причем ты купил ружье, и ты его больше не отстреливаешь, не пристреливаешь, она всю жизнь твоя. – Мало того, я могу свой карабин дать тебе со своими документами, и ты можешь полететь в Африку на охоту с моим оружием и сказать, а у меня нет такого калибра, мне Валерий Петрович дал, вот его документы, я ничего не нарушаю. – И при этом, покупая оружие, а в некоторых штатах, там в «Рокки Маунтинг», ты даже получаешь бесплатные 12 лицензии на год на отстрел белохвостый олень. – Мало того, ты можешь в Германии взять карабин и две недели с ним охотиться без разрешения, по бумаге магазина ты должен к нему пристреляться, ты должен посмотреть, как он тебе ложится, а потом вернешь и скажешь, что он мне не нравится. Вот дайте мне статистику, пусть МВД нашей страны даст статистику, сколько иностранных охотников приехало со своим оружием в Россию, чтобы, извините меня, напасть на наших граждан с этим оружием. Ну это же, а это развитие туризма. Мы кругом говорим о развитии охотничьего туризма, да, вообще развитии туризма в России, на Дальнем Востоке, опять мы касаемся социалки, опять мы касаемся, извините меня, налогов, ВВП страны, да, и никому не секрет, что 14% населения Хабаровского края живут за счет охоты, рыбалки, заяки, почему мы ничего не делаем, да, я не против того, там есть куча всяких у нас в страны проблем, там и нефтянка, и газовики, но мы постоянно говорим о социалке, мы построим завод в Хабаровске. Не поедут с дальних регионов люди туда работать, а если поедут, эти регионы оголятся, да, есть поселок Манилы или Каменская на Камчатском крае, на самом севере, я там был в этом Тержинском районе, там тоже живут граждане России, ну давайте туда придем с охотничьими промыслами. Мы сегодня потеряли полностью, как бы Россия, я имею в виду, потеряла полностью такой вот, как сказать, контакт, что ли, по кожно-меховому сырью, мы не можем его собрать, оно все разворовывается, малигамируется. Конечно, даже подделки Асора Палано там, да, на Камчатке занимаются сувенирами, они все из бисера. Ну, надо же им помочь, есть малые народности севера, никому не секрет, что корякское население там, вы знаете, как живет, там чуть ли не стопроцентный туберкулез, когда люди доживают там до 40 лет, вот, но этим надо, надо заниматься. Я постоянно про это говорю, вы постоянно про это говорите, кто-то еще про это говорит, но ничего же не делается. Есть некий департамент, есть некий Росохот Рыболов Союз, идет какая-то война между руководителями, они должны сесть, консолидированно договориться, потому что от этого страдают люди, потому что от этого страдает народ, от этого страдает экономика нашего государства. если они дерутся и не договариваются, то эти два руководителя, они просто некомпетентны в своих вопросах как руководители. Правильно? Ну, мы в свою очередь можем манипулировать только своими возможностями в общественной части, и для этого нужен общественный политический союз, который бы влиял и на государственный аспект этой проблемы. И чтобы нас поддержали охотники вот именно своими письмами, я не знаю, своими сообщениями, что людям это надо. Пока на сегодня я не могу понять, да, понадобится это ли охотники. Все же привыкли как жить. А зачем? За меня все решат. Да, за меня все решат. Но я всегда говорю, вот возьмем время Отечественной войны, да, там какой-нибудь концлагерь, где газовая печь, народ идет, и первые уже горят, а последние стоят в очереди. И надеемся, что они останутся живы. Их доведут, и их тоже сожгут. Поэтому, если мы хотим, чтобы охотничье хозяйство в России процветало, чтобы были звери, чтобы это стало с нашим детям, внукам, да, сейчас люди должны подключиться, консолидированно подключиться к этой проблеме. Выбрать там соответствующих лидеров, да, пусть это будет Иванов, Петров, там Сидоров, Валуев, Тамара Мирова, Кузенков, Берсенев. Они должны решить, да, и вот этот союз, а руководители должны объяснить, для чего это делается, почему, куда идут деньги, все должно быть открыто, позитивно, и надо с людьми говорить. Не надо людей держать за дураков, потому что сейчас средства массовой информации огромные, интернет, и журналы, и телевидение, и прочее, 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 но люди должны сами понять, нужна ли им эта политическая направленность. Если нет, ну тогда разбегаемся, выбиваем последнюю и получаем норму. Ну, продолжим. Что хотел сказать. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.